Да, жопа, но можно жопу сказать? Да, говорите жопа. Подорожение будет примерно всего. И люди-то будут в ресторанах вообще? Тоже, в общем-то, большой вопрос. Будет возможно больше шипастфудов, больше ресторанов в демократичном ценовом сегменте, меньше дорогих ресторанов, но они все равно будут. Да, мы не поедем в Италию, мы поедем в Крым. Ваши проекты на Украине, они закрылись одним днем? Что можно сделать, когда там от тебя ничего в этой ситуации не зависит? А сколько сейчас в вашей компании людей работает? Может, тысяч, семь, может, восемь. Интересно, откуда делают сейчас все эти сотрудники искать работу и получают? Получается так. То есть вы видите сейчас окно возможностей? Сто процентов кризисы были всегда, предыдущие пережили. Ну, в общем-то, конечно, все трагично выглядит для нашей индустрии. Не форцы. Привет, друзья, меня зовут Ярослав Бабушкин. Это YouTube канал Forbes. Сегодня мы поговорим с рестораторами, представителями индустрии общебита о том, как они реагируют на сложившиеся обстоятельства, что делают, какие решения принимают и вообще, будет ли в России ресторанный бизнес. Давайте разбираться. Не форцы. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. За этим последовал рекордный за шесть лет обвал курса рубля. Рост цен не только на импортные, но и на российские продукты питания, закрытие воздушного пространства многих стран, изменение логистических цепочек и задержки с поставками. Кафе и рестораны, по многим из которых сильно ударили коронавирусные времена, вновь оказались в довольно шатком положении. Рестораторов уже ждут новые вызовы. Уменьшение количества гостей, изменение меню, у кого-то сокращение штата или как минимум зарплат, закрытие заведений, у некоторых даже релокация, частичный переезд бизнеса за границу. Желающие релацироваться есть и среди наших героев. Правда, они об этом говорить на камеру пока что не хотят. Кое-кто шутит, что из-за вынужденного отказа от зарубежной продукции и перехода на отечественные аналоги, вскоре все рестораны станут специализироваться на русской кухне. Некоторые рестораторы даже вспоминают о славных временах, когда в заведениях общественного питания цены были в УЕ. Говорить о перспективах и планах выхода из кризиса пока что мало кто готов. Борис Зарьков, основатель ресторанного альянса White Rabbit Family, три заведения, которого получили звезды Мишлен, написал в своем телеграм-канале, что падение выручки в марте будет около 50%. При этом он советует рестораторам сократить расходы на персонал, но без увольнений и просит арендодателей дать скидку минимум в 50%. Говорит, что нужно аккуратно поднимать цены на ключевые позиции. Он, как и многие рестораторы, заявляет о необходимости помощи со стороны государства, окончании специальной военной операции, переговоров по санкциям, налоговых послаблениях и бесплатных кредитах. Зарьков считает, что тенденция с падением спроса недолгосрочна. Наступит этап принятия ситуации, и люди будут заедать стресс в ресторанах. Ну что ж, посмотрим и послушаем, что думают другие эксперты и участники рынка. Здравствуйте, Дмитрий. Да, да, добрый день. Как у вас настроение? Плохое настроение. Какое может быть настроение? Вы уже придумали план, как перестраивать бизнес, что делать, вообще останется ли бизнес? Ну, планы на ходу, конечно, все верстаются, потому что мы все находимся в ситуации подвешенной, непонятно, как что будет. Это перестраиваются цепочки поставок, понятное дело. Мы все зависим от двух факторов. Это поставщики, в первую очередь, смогут ли они доставлять нужные продукты, и когда они смогут их доставлять, и вообще, какие смогут доставлять. И второй вопрос, насколько будет вообще покупательская способность у населения такова, что рестораны, в принципе, останутся актуальны. Понятно, что мы не товар первой необходимости, и в том случае, если экономика все-таки пошатнется достаточно внушительно, это самый главный риск. В рестораны не будут ходить, неважно, есть там продукты или нет там продуктов. Подорожание будет, это уже точно. То, что у людей будет меньше денег, это тоже уже точно. Поэтому даже если мы восстановим все цепочки и найдем возможности чем-то людей кормить, насколько наша услуга будет, в принципе, востребована, это сейчас не знает никто. Поэтому мы все находимся в ситуации подвешенной. Конечно, здесь идеологи и с поставщиками, и с властью. Но, в общем-то, конечно, все трагично выглядит, если честно сказать, для нашей индустрии. Пока. Премьер-министр Михаил Мишустин выпустил меры по поддержке бизнеса. Мы все их видели. Что-то из них действительно вам поможет? Ну, я еще раз повторю, ну, как это может помочь, да? Когда у тебя там в два раза падает оборот в ресторане, то, что даже ты не будешь никаких налогов платить, тебе никак это не поможет, да? Минусовой бизнес может не платить налоги, он все равно остается минусовым бизнесом. Это не заткнет те дыры, которые возникают в ситуации. То есть мы понимаем, что в ближайшие пару месяцев, пока там новые логистические цепочки какие-то срастутся, и как-то мы научимся брать где-то в других местах там рыбу, овощи, фрукты. Все-все-все, что мы используем. Надо дожить еще эти два месяца, как прожить. И что будет на конец этих двух месяцев вообще, люди-то будут в ресторанах вообще, тоже, в общем-то, большой вопрос. Ну, честно сказать, конечно, самый большой риск для нас даже сейчас это не импортозамещение, это в целом стабильность российской экономики как таковой. Как твои дела, как твой бизнес? Скажу, бизнес разный. Соответственно, все проекты в Европе, которые мы планировали, приостановлены. Проекты в других странах, которые пока еще нейтралитет соблюдают, такие позитивные взаимоотношения с нашей страной, пока на холоде. Проекты, связанные с маркетингом, приостановлены, с брендами, потому что многие компании заходили бюджеты. Все, что касается других вещей, все работает, команда загружена. Первая моя цель была сохранить полностью команду во всех моих проектах. Мы это сделали, никому запланируем не урезали. Соответственно, команда спокойно работает, не делает то, что она должна. Ты уже принял какие-то конкретные меры по изменению чего-то в компании, сокращение зарплат, отказ от каких-то позиций в меню или пока нет? Дело в том, что мы уже за пандемию на этот срок, в принципе, мне кажется, приняли уже максимальные меры по сокращению расходов. Поэтому уже даже где-то месяц назад мы поняли, что мы переборщили и вернули какие-то дополнительные расходы на персонал в основном, потому что поняли, что дальнейшее сокращение расходов может привести к падению качества. Поэтому нам сокращать расходы особо некуда. Мы даже сократили меню. Раньше у нас там было 100 позиций в меню, сейчас их там в пределах 60. Но поднимать цены в меню мы пока не планируем, потому что ситуация и так сложная, да, население с землями. Поэтому пока мы не торопимся поднимать цены, лучше мы будем работать с меньшей прибылью или вообще в ноль для того, чтобы люди продолжали ходить в рестораны, и процесс продолжался. Ну, давайте так, рестораны никогда не были стратегической отраслью до власти. И это абсолютно понятно, что когда закрываются магазины, народ бунтует. Когда закрываются рестораны, это было видно и в пандемию, народ говорит, ну окей, мы там переживем без ресторана. То есть это не та отрасль, которая стратегически приносила бы кучу налогов в госбюджет. Это отрасль, которая зачастую критикуется за всякие полусерые схемы работы, у кого-то там карты не принимают, у кого-то что-то. При этом, ну действительно, это не суперстратегически важная отрасль для горожан. Это тоже надо понимать, как бы не тяжело это было осознавать нам, работникам индустрии. Но это так. И, конечно, до помощи нам руки у власти обычно доходят в последнюю очередь. Не могу сказать, что не доходят, но видно, что приоритеты, конечно, у них другие. Есть промышленность, легкая, тяжелая, есть ритейл, который снабжает горожан одеждой, первым необходимым. И рестораны, как отрасль, конечно, не самые стратегически важные отрасли для экономики любого города и, как следствие, для правительства любого города. Эксперты говорят, что в ресторанах среднего сегмента доля импортных продуктов составляет около 40%. В заведениях уровнем выше еще больше. Заменить их не всегда возможно, поэтому некоторые блюда могут пропасть из меню. Но не стоит думать, что все. Часть продукции готов поставлять на наш рынок, Египет, например. Нарушение поставок алкоголя сильно ударит по премиальным заведениям. Если кафе и рестораны с низким и средним чеком способны переключиться, например, на крымские вины, то лакшери-сегмент, в который вино в основном заводится, из-за рубежа может столкнуться с проблемами. Правда, не сразу. Есть сегодня продукты, которые совсем исчезли с рынка? Пока нет. Потому что, ты понимаешь, что очень многие продукты, которые активно используются в технологических картах ресторанов, есть у поставщиков на складах. Это не то, чтобы у тебя, условно, авокадо привозят в Москву ровно на сутки потребления. Поэтому, что все запасы еще есть. Там тот же самый крепкий алкоголь. Мне вчера писал мой товарищ, есть на 4-6 месяцев его хватит на все запросы. Да, он вырастет в цене, но не будет такого, что ты завтра придешь, а у тебя нету за его любимого виски, например. Насколько подорожает алкоголь? Пропорционально курсу доллара? Я думаю, что он может подорожать до 70% на определенные позиции. Плюс мы вчера слышали про санкции в отношении дорогого алкоголя, который стоит дороже 300 евро. Здесь тоже важный нюанс. то, что стоит там 300 евро, у нас стоит дороже. Потому что есть логистика, акцизы и прочее. Поэтому очень многие привычные бутылки с алкоголем, которые нам, кажется, стоят 300 евро, они стоят на самом деле дешевле. Поэтому на самом деле ты практически не заметишь какого-то отсутствия. То есть ты не сможешь пить какие-то винтажи, ты не сможешь купить супердорогие лимитированные бутылки с виски. Все, что пьешь ты, ты, это как такое общее, да, при делении большинства этих вещей останется и будет представляться. Стоимость алкоголя уже сильно выросла. От 20 до 50% на некоторые позиции. Артем Перук, бармен и сооснователь холдинга Follow the Rabbits, в состав которого входит, например, бар El Capitas, восьмое место в списке 50 лучших баров мира в 2021 году, говорит, что дистрибьюторы сейчас периодически не отгружают алкоголь, потому что не понимают по каким ценам его можно продавать. Никто не хочет работать себе в минус. Очевидно, если вам кажется, что все алкогольные бренды ушли или прекратили поставку в Россию, это не так. Полностью ушла, например, компания Brown Forman. Примеры продукции это Jack Daniels, водка Финляндия. Компания Perno Ricard, это Абсолют, Джемисон, Гавана Клаб и другие, заявила, что приостанавливает работу. При этом Аст Интер, например, никаких заявлений не делала. Тем не менее, по словам того же Артема Перука, качество и разнообразие алкоголя сильно пострадают. Случится дефицит дорогих напитков. Их просто нечем будет заменить. Есть ли уже понимание, какие вины уйдут из винных карт? Идут какие-то винтажи, очень дорогие, но там даже, что она супер-тоскана, большая часть позиций останется, бордро останется. Ну, хватит, что там идет какой-нибудь Петрус и прочее, но Петрус мы с тобой и не потребляли, скажем честно. Российские бренды наверняка будут пытаться создавать аналоги. Некоторые из них производят ром, коньяк и бренди. Рестораны и бары могут начать делать дистилляты, которые в теории способны заменить крепкий зарубежный алкоголь. Будут ли дистилляты делать, как ты думаешь? Слушай, их делали и до этого. Думаю, что сейчас будет такое-то условное помещение тех или иных продуктов. Ну, давай скажем честно, что с крепким алкоголем, особенно для коктейлей, у нас довольно-таки много компаний, кто это делал уже. У нас есть мощнейшая Белуга Гру, у нас есть масса заводов, которые делают виртуальные бренды для разных компаний на едином производстве. Поэтому с точки зрения крепкого водки и аналогов, я думаю, что все будет окей. Мы вспомним тот же самый Джин Баристер Петербургский, который активно занял большинство хаос позиций в демократичных и циклишах ревного бара. Русский Джин не сдается, скажу честно. Русские проекты не сдаются и русский Джин не сдается. Местный алкоголь лучше всего подойдет для коктейльных заведений. Артем Перух считает, что в России случится бум миксологии науки о смешивании. Бармены увлекутся этим занятием как никогда раньше. Цены на продукты и алкоголь у многих поставщиков начали меняться в первый день специальной военной операции 24 февраля. В среднем рост составил от 10 до 35%. Однако директор по закупкам и логистике Дода Пицца Владислав Мандрык говорит о повышении цен на свежие овощи на целых 40-45%. Морепродукты по словам исполнительного директора Бульдозер Групп Розы Хакимовой подорожали примерно на 40%. Роза Хакимова говорит, что цены на товары иногда меняются по несколько раз в день. Их компания старается искать альтернативные варианты. Заменяет сырье, покупает товары со скидками, такие как оказалось еще есть. Дефицит на себе они пока что не почувствовали. Сейчас дело только в цене. Президент профессионального ресторанного альянса, основатель группы говорит, что цены на продукты местного производства у многих поставщиков пока что остаются на прежнем уровне. Импорт меняется в соответствии с изменением курса валют. А то и выше. Поставщики на всякий случай перестраховываются. Мало ли, что будет дальше. Мы сыграем базу российских производителей поставщиков, потому что очень многие рестораны просто не отслеживали эти предложения, работая до этого западными. Просто поставщиками западных продуктов и даже не рассматривали какие-то небольшие компании, кто там давно что-то производит в стране. Сейчас мы объединили всех на одной платформе, уже почти 700 производителей в абсолютно разных сферах от молочной продукции, сыров и прочего до курицы, мяса, даже мебели и хвостоваров. И знаем одно, что эти компании уже получают заявки от ресторанных сетей, а ресторанные сети оптимизируют свои расходы. Для меня такая личная миссия, чтобы помочь индустрии. Некоторые рестораторы еще недавно не собирались повышать цену, но прошла неделя и многие из тех, кто говорил нам, что будут до последнего держать цены, сдались. Эксперты считают, что стоимость блюд в российских ресторанах в ближайшее время может подняться на 15-20%. А как вам кажется, вообще рестораны будут нужны в нашей стране при таком колоссальном прогнозируемом уровне жизни людей? Ну, то есть экономисты разные рисуют страшилки по поводу того, насколько там реальные доходы населения упадут. Рестораны вообще будут ли нужны? Рестораны будут нужны всегда, при любой ситуации. В 90-х мы работали в ресторанах и работали хорошо. Но их было 10, а не 200, как сейчас или там сколько? В 90-е да, нет, их было много. Их было примерно столько же, может быть, чуть меньше. Их было мало в советское время, и стояли огромные очереди, ресторан невозможно попасть, если не дал взятку в Швейцар. Рестораны все равно будут, люди все равно едят. Здесь же вопрос налогов и выпады ресторан. Государство может всегда скорректировать какие-то налоги, какие-то расходы ресторан, чтобы было выгодно существовать. Поэтому я думаю, что все будет работать. Возможно, люди вообще не будут ходить в рестораны, а будут питаться условно в столовках, что как раз ближе к советскому времени. Нет, я в это не верю. Я считаю, что в рестораны как ходили, так и будут ходить. Цены будут все равно подстраиваться под потребителя, блюда будут в любом случае подстраиваться под потребителя. Конечно, исходя из экономической ситуации, будет корректироваться количество тех или иных ресторанов. То есть будет возможно больше фастфудов, больше ресторанов в демократичном ценовом сегменте, меньше дорогих ресторанов, но они все равно будут. Потому что давайте представим, вы идете на фастфуд и покупаете бургер. Вы дома намного дешевле приготовились? Ну, откровенно. Нет, вы не приготовите дешевле. Бургер все равно стоит дешевле для вас, чем вы приготовите этот продукт дома. То есть вопрос встраивания только в рынок. И нельзя говорить, что рестораны не первая необходимость. Это социалка. Это важно. Это важно для... У нас же будет работать бургер, не туризм. Мы же не сядем всех по домам. Да, мы не поедем в Италию, мы поедем в Крым. Кто-то из Иркутска прилетит в Москву. Все равно это перемещение будет. Просто будет корректировка, может быть, не совсем выгодная, может быть, не совсем удачная. Может быть, кто-то уйдет с рынка, но рестораны останутся. Мы смотрим, что мы можем оптимизировать, какие ингредиенты, которых сейчас нету и скоро не будет, можно заменить. Я думаю, что если будут повышенные цены, то какие-то блюда, связанные с западными ингредиентами либо они просто будут выведены из меню. То есть будет такое импорт замещения в действии здесь и сейчас. Просела днем посадка. Здесь есть причина. Причина очень простая. Очень многие компании вернули сотрудников с удаленки в офис. Поэтому если раньше эти люди могли проводить встречи, работать с ноутбуком в кафе и в ресторанах, сейчас они все сидят в офис. Поэтому день просел. Касаемо вечера до сих пор полная посадка. У нас действительно популярные места все. У нас всегда был биток, даже когда у остальных было пусто. Сейчас эта тенденция сохраняется, но я думаю, что все равно конечно же какое-то количество клиентов от нас уйдет. Кто-то сейчас например улетел. Тот сейчас решил съездить к родителям в России, его нету в Москве поддерживает, помогает родственников. То есть количество людей стало даже меньше. Немного, но это есть. Не форцы. У некоторых из наших героев были заведения и на Украине. Что теперь их ждет? Антон, а ваши проекты на Украине закрылись одним днем? Или что с ними сейчас происходит? Ничего, они в Киеве находятся. Естественно, когда начались известные события, просто они закрылись. Потеряли практически связь с тем управляющим составом, который был, потому что у них у управленцев разное соответственно отношение ко всему этому. Те, которые были гражданами Беларуси и РФ, они спешно успели слабого эвакуироваться из Киева. Все те, кто там остались, они там занимаются явно какими-то другими делами и проект просто закрыли на ключ и все. В каком состоянии он сейчас стоит, я не знаю, там, разграбили или не разграбили, пока у нас информация не будет. Что именно за проект я просто не знаю, простите? Ну, это фудмаркет и два ресторана. То есть вы, очевидно, их просто потеряли сейчас? Ну, очевидно, пока сложно сказать. Все будет зависеть от того, как будет ситуация развиваться. Ну, я, на самом деле, даже если потеряли, спокойно к этому отношусь, ну, значит, так, что можно сделать, когда там от тебя ничего в этой ситуации не зависит. Есть ли у вас другие объекты еще на Украине? Нет, достаточно. Достаточно. И теперь, да? Насколько я понимаю, ваш бизнес в Украине сейчас просто закрыт и все? Ну, конечно, конечно. Если брать Россию, что будет? Может ли сегодня вообще существовать суши, роллы, доставка, потому что рыба, в основном, насколько я понимаю, импортная? и рост цен на эти позиции продуктов будет, ну, колоссальный? Не понимаю я. Я думаю, что вообще продуктов этих скоро не будет в таком количестве, да? Именно там же импортная и рис, и салса, и рыба. Мы сейчас какие-то пытаемся ввести блюда, которые базируются на локальных продуктах, но тем не менее все равно. Я не понимаю, как будет дальше развиваться ситуация. Тот же самый Мухин, Володя, в своем телеграм-канале очень много пишет про то, какие он интересные нашел аналоги тех или иных ингредиентов. И, соответственно, действительно, есть какие-то вещи, которые даже более интересны по вкусу. Ну, и понятно, что сейчас все активно шерстят все, чем богата наша страна, потому что тот же самый Сибирь, Сибирь Дениса Иванова, они очень давно использовали рыбу из Сибири. Сейчас эта очередь дойдет и до других шефов, потому что наша страна действительно очень богатая флора и фауна. Просто у нее мало кто смотрел, привыкнул работать с относительными продукциями. Так будут все думать, кстати, организировать. Не форцы. Наши эксперты высказали кардинально разные точки зрения по поводу того, какой сегмент заведений пострадает больше всего. Давайте познакомимся с их версиями. В ресторанах поднимутся цены, безусловно. Если ресторан покупает дороже, он будет продавать дороже. Если при этом у человека останется зарплата та же, то, конечно, он в этот ресторан, мы понимаем, экономический, ходить не будет или будет ходить реже. Но он не пропадет вообще с ресторана в районе, он попадет в другой ресторан, которому-то карман. Проблема больше всего будет для средних ресторанов. Я объясню почему. Потому что ниже фастфуда опускаться некуда, и часть потребителей опустят на фастфуд. Дорогие гастрономические рестораны тоже не потеряют своего гостя. Как показала практика, пандемия их высохраняется. Средний ресторан, повысив цену, выйдет из своей ценовой категории потребителя и, конечно, испытает наибольшую проблему. Опять-таки, надо смотреть, что будет с рублем и что будет с российским продуктом. Может быть, тот подъем цены на российский продукт, который сейчас есть, он временный, такой большой. Может быть, он стабилизируется и немножко опустится. Потому что российского продукта все-таки достаточно большое количество. мы возьмем огромное количество дикового соса. Кижучи, чавычи, мерки. Не отправлять в Азию, а продать внутрь на вокальный рынок. Ну, в Азии же больше заплатят в Японии, условно. А сегодня, наверное, уже не заплатят. Мы уже наученные пандемией, с каждым новым ударом мы уже по определенной схеме отработанной идем. Проводятся собрания с коллективами, собрания с директорами. Каждый директор в своем заведении, исходя из своего набора продуктов и из информации, которую мы получаем от поставщиков, составляет свой антикризисный план. Понятно, что заведения у нас тоже, они разные по формату и какие-то больше подвержены удары, которые более гастрономичные, такие, действительно, с использованием большого числа эксклюзивных продуктов. У нас есть заведения, которые в справочнике Мишлен находится, в ГИДе, которые, видимо, теперь не на год были выданы навсегда. Ты так понимаешь, эти звезды останутся единственными. Ну, пока, в любом случае, так смотрится. Вот, есть заведения, менее зависимые от импорта, у нас есть там такие проекты а-ля рюмочные, где попроще, где там переход на российскую капусту, в общем-то, не такой сложный. Конечно, все сейчас применяют какие-то меры, и в зависимости от того, насколько сильно ресторан подсажен на импортные продукты, ну, тем сложнее, вот, хорошим, известным, дорогим ресторанам, которые в топе, сейчас достаточно непросто, конечно. А что будет с ресторанами из премиального вашего сегмента, там, хорошая девочка и прочие проекты на патриках? Не, ну, они работают, как бы, будут туда, наверное, ходить люди, все-таки, будут как-то тратить деньги и так далее, но вот, мне кажется, что такого, как было раньше, уже не будет. Так называемый масс-маркет, массовый сегмент, безусловно, пострадает. И те, у которых, свои населения, которые наименее защищены, безусловно, на них это скажется, и у них, возможно, в массовом сегменте будет проседание. А я как раз сказал, что про рестораны, теми, которыми я занимаюсь, рестораны средний плюс и дорогие рестораны, то в этом плане, мне кажется, наоборот, ждет расцвет. И опять, если вспомнить историю, после 98-го года произошла первая волна появления такого рода шика ресторанов, там, сытых, нулевых, расцвет гламурных клубов, дорогих ресторанов и так далее. После 2008-го тоже все говорили, и 2014-го все. И с каждым разом, наоборот, этот сегмент лишь больше расцветал. А вот, что касается масс-маркета, там, конечно, возможно, перебои. Но, скорее всего, здесь вымоется даже больше просто середина, потому что те, кто ходили в средний ресторан, они не дотянутся, или там, средний уровень жизни, они не дотянутся до высокого и уйдут вниз. Я хорошо помню появление маримании в Москве. Она заняла такую нишу, где раньше были только очень дорогие рестораны. Маримания заняла такую нишу продуктов по, ну, скажем так, не очень высокому чеку. Что сейчас будет с рестораном, потому что, ну, очевидно, чек будет уже очень высокий. не потеряем актуальность, потому что концепт, действительно, вы правильно его описали, я бы его описал как рыбные продукты, да, ресторанного качества по доступной цене. Дальше. У нас средний чек в пределах тысячи рублей. Это, в принципе, для рыбного меню и того сегмента, на котором мы работали, это очень дешево. Что будет с ценами, я сейчас говорить, наверное, не буду, потому что все будет зависеть от оптовых цен. Да, вот что будет у нас в опте, то и отразится на рознице, причем на всей хорике. Да, и в этом случае рестораны, которые сейчас со средним чеком 3 тысячи, 5 тысяч рублей, они будут, естественно, со средним чеком 3 с половиной, 5 с половиной, ровно так же все подтянутся под это. То есть, у нас, на самом деле, весь рынок сместится чуть вправо, потому что, ну, мы прогнозируем в текущих реалиях подорожение будет примерно всего. Да, говорить о том, что мы потеряем актуальность, нет, мы будем в той же нише, в которой мы находимся, да, и постараемся в ней удержаться. То есть, тот, кто был дороже, станет еще дороже, тот, кто был дешевле, станет чуть-чуть поддороже. Боюсь, что оптимистичный прогноз на то, что закроется, наверное, 30% заведений. Соответственно, понимаем, что 30% заведений закрывается, это не 30% сотрудников выходит на улицу, а за этим тянутся цепочки, курьеры, доставка, я не знаю, там, какие-то поставщики и так далее, и так далее, и так далее, что любой бизнес связан с другими бизнесами, и закрытие одного неизбежно влияет на другой. Я буду рад ошибиться, потому что у нас крайне короткий сейчас горизонт планирования. Мы можем строить какой-то прогноз, исходя из той ситуации, в которой мы находимся сейчас, но, как вы сами прекрасно знаете, сейчас ситуация меняется каждый день, и завтра мы можем оказаться в какой-то принципиально новой ситуации, и наш сегодняшний прогноз потеряет всякий смысл. Как сохранить психическое здоровье компании в таких условиях? Что вы делаете? Слушайте, ну на самом деле, конечно, все зависит от настроя руководства, и если мы как бы держимся в руках и принимаем какие-то меры, своим поведением показываем, что да, жопа, можно жопу сказать? Да, говорите жопа. Если мы своим поведением показываем, что да, у нас сейчас жопа, но мы ее вытащим, то люди нам верят. Во всяком случае, те, которые прошли с нами пандемию и понимают уже, как мы действуем, что мы своих не бросаем, что мы до последнего ищем возможности оставить на плаву компанию и оставить их доход сотрудников каком-то на адекватном уровне, ну, конечно, люди верят своим руководителям, так же, как люди верят руководителям стран. Ну, может быть, я не знаю, какие-то там какая-то конкретика. Нет, ну, общих собраний у нас не было, мы, конечно, между собой, ну, компания не будет вмешиваться в политику, у нас разные работают люди разных национальностей из разных стран, и мы стараемся наоборот максимально быть антиполитичными в этот момент, потому что все это разжигает невероятные сразу конфликты, у нас, мы замолчали все наши соцсети, мы не выкладываем никакую информацию ни лично, ни от лица там заведений, ни от лица компании, ну, просто любой пост, даже совершенно не относящийся к происходящим событиям в мире, вызывает огромное количество там комментариев, и так у людей очень расшатанно, конечно, психика всеми происходящими событиями, и, ну, что говорить, всем нам непросто. Вы сохраняете очень такой оптимистичный настрой, как вы это делаете? Потому что сейчас все в панике, все вот в тревоге, бьются в истерике, только это обсуждают, а вы так спокойно рассуждаете о том, что не купят японцы, купим мы. Вы знаете, надо работать. Я работал в ресторане в 98-м году, когда звучало «все пропало, нам конец». Да, я помню это, я помню 14-й год, «все пропало, нам конец, мы не выжили». Я помню пандемию, когда мы закрылись, все пропало, мы больше не выживем. Это просто очередная паника. Из каждой паники, из каждой ситуации мы в итоге выходили. Мы выйдем и из этой ситуации. Мы предприниматели, мы рискуем, мы должны оценивать эти риски и должны мыслить здраво. Вот это настроение «все пропало», оно упадочное. Надо разбираться, надо смотреть, надо адаптировать, надо не скандалить в соцсетях, а сидеть и работать над меню, искать производителя, искать, что можно купить сейчас по старой цене. Потом, когда цена вырастет, да, поднимется. Может быть, где-то переработка меню. Да, понятно, мы не сделаем из ресторана фастфуд. Это невозможно. Но мы все равно сможем адаптироваться, все равно сможем идти. Не фарсы. Что происходит с ценами на аренду помещений? Не повезло тем, у кого аренда в долларах. Несмотря на то, что рубль падает, некоторые арендодатели, которые сдают площади за рубли, все равно пытаются повышать цены. Рестораторы же настаивают на снижении. Многие рестораны сейчас ведут переговоры о том, чтобы снизить аренду на период X. При этом доподлинно известно, что есть арендодатели, которые готовы понизить сумму, но есть люди, у которых, например, эти помещения в кредит взяты, поэтому, к сожалению, они не могут пойти на уступки, но мы тоже их понимаем. То есть, здесь нет какого-то ультиматума, допустим, со стороны моих партнеров и друзей из разных ресторанов и групп все, очевидно, лояльно подходят к решению всех трудностей. У вас цены на аренду не в валюте? Не в валюте. У нас везде рубли, у нас есть даже где-то договора, это процент от выручки. Поэтому мы изначально все новые объекты подписывали таким образом, пометуя пандемию, чтобы можно было сюда подстраховаться. Понятно, что суперхорошие объекты, фиксированная сумма, но вот какие-то небольшие проекты, 10% от выручки либо какие-то градации за различные ситуации. Не варцы. Ты видел меры, которые правительство предложило бизнесу для поддержки по налогам? Знаешь, я все-таки слышал, но так четко, если честно, я так еще не... Уже не обращаешь внимания? Не обращал внимания, потому что, честно говоря, уже привычка не надо хоть додолго рассчитывать самим на себя. Помогут чем-то, ну, хорошо, нет, значит, будем как-то решать. если бизнес здоровый, да, то он, конечно, должен сам на плаву держаться. С другой стороны, сейчас, конечно, то время, когда не помешало поддерживать, я же знаю, очень даже не помешало, особенно, не потерять нужный персонал, необходимый для того, чтобы качество услуг оставалось на прежнем уровне. У простых работников отрасли нет никаких запасов на черный день, все живут от зарплаты до зарплаты, тем более после двух лет этого ада с пандемией. Ну, в общем, конечно, в общем, тяжко. не отправили всех домой, не распустили команды? Ну, пока не отправляем, но у нас, так или иначе, все равно система работы с персоналом, у нас там в основном почасовая система оплаты труда, которая, ну, то есть люди выводятся на работу, исходя из количества гостей в зале, да, и гостей меньше, людей меньше, они и так и так меньше получают, потому что меньше работают, да, но понятно, что это невозможно до бесконечности делать, в какой-то момент люди, конечно, начинают просто сами уходить, понимая, что эта работа не дает им возможности зарабатывать. Сколько сегодня людей работает вот над ресторанами Мари Мания, над всем проектом? Над всем проектом Мари Мания работает больше полутора тысяч человек. Вам пришлось уже уволить кого-то, сократить, сократить зарплату? Нет, сокращений не было вообще, отцово совсем. Вот, с текущими реалиями мы видим не такое большое снижение нашего потока, пока никаких у нас сокращений не было. Более того, набираем народу, но это у нас селекция постоянная. То есть текущая в том или ином проценте, в проценте вести, она все равно есть, поэтому кто-то уходит от нас, кого-то набираем. Вы уже уволили какую-то часть сотрудников или пытаетесь сохранить команду? Оптимизируемся, скажем так. Ну, пока вот наблюдаем и какие-то оптимизационные меры подготовим. А сколько сейчас в вашей компании людей работает? Я думаю, совокупно ресторанный бизнес плюс концертный клубный бизнес думаю, это порядка десяти тысяч. Несколько тысяч, несколько тысяч, чего посчитают? Я не помню, не считал, я не знаю, но в целом вообще всего, ну, наверное, там, может, тысяч, семь, может, восемь, не знаю. потенциально это все безработные семь тысяч человек. Они работают, почему они работают? По поводу безработицы вы сказали, а интересно, вот куда делают сейчас все эти сотрудники, которые работали там в Заре, в Икеа, еще где-то, они куда делают? Искать работу получается? Получается так. Получается так. Так как мы уже народ достаточно тренированный, пандемия нас научила резко и быстро реагировать на те или иные вызовы, поэтому у нас, в принципе, отработанный сценарий, и с точки зрения бизнеса этот сценарий гораздо более мягкий, чем пандемический сценарий, когда был локдаун. Поэтому мы на сегодняшний день стараемся не сокращать персонал, а точнее, не то, что стараемся, а мы его не сокращаем. Безусловно, пересматриваем меню, но не с точки зрения пока повышения цены, а с точки зрения возможно переработки карт и замены каких-то ингредиентов. Так что, конечно, ситуация неприятная для бизнеса, но не носят пока какого-то фатального характера. Премьер-министр Мишустин объявил меры поддержки для бизнеса. Вы вникали в них налоговые льготы и прочее? Поможет ли это вашей компании? Я еще не вникал, но глобально не сильно, может быть, чуть-чуть поможет. Пандемия и локдауна оказались хорошими учителями с точки зрения управления персоналом и с точки зрения сохранения спокойствия. И в целом мы к этому относимся как просто к изменившимся правилам ведения бизнеса, к изменившимся правилам ведения игры, и те правила, которые есть, просто надо к ним адаптироваться. С точки зрения персонала мы персоналу и топ-менеджменту, линейному персоналу уже донесли, что им, наверное, беспокоиться не стоит, так как внутренний спрос на наш взгляд вырастет просто потому что людям некуда будет ездить в дизуру и так далее. Большое количество людей с деньгами вернется в Россию. Как ты считаешь, вообще рестораны останутся, потому что есть такие прогнозы, что вот будут советские столовые? Мне кажется, что те апокалиптичные сценарии, которые ты озвучил, они невозможны. Возможно снова почиститься рынок, потому что все равно до сих пор есть бизнесы, которые генерят минимальную прибыль либо отлицательную прибыль. Это вообще не связано с текущей ситуацией. То условно властированность концепции, менеджмент и общий интерес аудитории к этим местам. Они могут закрыться, потому что смысл держать убыточный объект в текущей ситуации. Последние пару лет наблюдался серьезный кадровый голод у нас. И это была проблема. не только линейного персонала, который не мог уехать из тех или иных стран из-за ковидной ситуации, но и более высокого квалифицированного персонала. И поэтому мы в тех проектах, которые сейчас готовим к запуску, это тоже определенное количество и немалое, мы, условно, в поисках персонала и как раз сейчас ожидаем приток более квалифицированных кадров и усиление уже конкуренции не бизнеса за кадров, а наконец-то кадров за работодателя. То есть вы видите сейчас как это окно возможностей, да? Сто процентов, потому что это как и фактически это экономический кризис, просто общий кризис, в котором мы находимся, и я всегда к этому отношусь исключительно как к возможностям. А ты смотришь на эту всю ситуацию как на окно возможностей новых? Я эти формировки не сильно люблю возможностей и прочее, но как показала пандемия тогда, что все те, кто работал хорошо до этого и продолжал активно работать даже в локдаун, в итоге выиграл с точки зрения лояльности клиентов. Все равно когда Москва открылась тогда, все пошли к тем, кого они любили, ценили и до этого и тех, кто не подвел в тяжелый период пандемии. Поэтому у нас уже была недавно такая же ситуация, ну, она не такая же была, но сказали, что были трудности какие-то у гостей и прочее. Не нужно опускать руки, нужно искать варианты, возможности, чтобы потом когда все восстановится не потерять. Да, вот, кстати, например, из возможностей. Сейчас уже многие говорят, что ушли те компании, эти компании, я имею в виду Louis Vuitton, еще какие-то, Dior и прочие приостановили свою деятельность, но у нас же есть определенное количество и среди ресторанов и ритейлов зарубежных компаний, что с ними будет, уйдут они, не уйдут, тогда это может, соответственно, сильно повлиять на наш рынок самым положительным образом. То есть, по вашему мнению, Москва будет жить и ночной жизнью, и ресторанной жизнью, и будут богатые люди, которые тратят большие деньги здесь, и все это будет похоже на фильм Духлес, да? А если еще закроют вообще с концами все инстаграмы, фейсбуки и так далее, представляете, на одежду особо не потратишь, выехать не выйдешь, инстаграм в соцсетях не посидишь, только ходить в ресторан и на дискоте поставить. Вы видите что-то позитивное для российской экономики от всего происходящего? Вообще ничего не вижу позитивного. Вообще. То есть, этот нездоровый оптимизм, который есть у некоторых бизнесменов, мне кажется, он вызван там, ну, я не знаю, нездоровыми какими-то мыслями, потому что позитива я вообще тут никакого не вижу. То есть, это скорее вызвано ангажированностью этих бизнесменов за государством, да? Да нет, ну просто они, может, не понимают, что говорят. То есть, сейчас время токсичного оптимизма, да? Вот эти люди, которые говорят, что все будет хорошо, все будет здорово. Они, видимо, сами себя обманывают вообще. Сами себя обманывают. Либо они заблуждаются искренне, либо они, как бы, ну, занимаются самообманом. Либо это просто дебилы, которые не понимают, что говорят вообще. Пока, я вот вам могу сказать точно, да, в маримании глобально ничего не изменилось. Люди работают ровно с той же нагрузкой, с которой работали раньше, и для них глобально ничего не поменялось. Поэтому у них паники никакой. Мы, в свою очередь, собственно говоря, всем, кто может обращаться, наоборот, говорим, товарищи, сейчас без паники. Вот, работаем, как работали. Мы никуда не собираемся. Вот, кризисы были всегда, и кризисы и этот, и предыдущие пережили. Пережили. Вот, поэтому у нас настроек такой. Вы уезжать из России не собираетесь? Нет, конечно. Куда? Куда мы? Взять рыбу и уехать из страны? Зачем? Для этого было столько времени, столько строили эту систему, которую в результате построили, чтобы ее взять, кинуть и уехать. Будем стараться и бороться на последнем. Вы рассматриваете такой вариант, что вы будете полностью дубайским предпринимателем, а не российским? Уже так и есть, практически. Уже так и есть. Я уже, как бы, понимаю, что, во-первых, перспектив развития очень мало, да, и, в общем-то, все инвестиционные проекты, которые у нас были, мы сворачиваем, естественно. Поэтому, в общем-то, я уже стал дубайским предпринимателем. Ну, смотрите, мы, в принципе, еще вот с последней волны коронавируса, когда была Микрон, тогда случилось проседание во всех ресторанах довольно значительное, просто по причине того, что очень многие люди заболели или боялись заболеть. После этого проседания, собственно, рынок так и не восстановился. Мы практически сразу перешли вот в эту фазу спецоперации. Два тренда, понятно, как всегда в таких ситуациях бывают. Первое, это горе на все огнем и вот живем последний раз и сейчас спустить все последние деньги, потому что завтра непонятно, что с ними будет. Я думаю, что такая стратегия тоже участия людей будет и вот этот вот такой импульсный, истерический на самом деле порыв тратить, он рестораны тоже заденет. Но это скорее единичные случаи. Массы, понятно, будут осторожничать, будут экономить, будут беречь деньги и от чего в первую очередь отказываться, конечно, от ресторанов. Ну, это вообще от каких-то, скажем так, лайфстайловых, назовем это, трат. Понятно, что люди все равно будут есть, все равно будут куда-то ходить, но они будут экономить, будут, наверное, в рестораны ходить, как это раньше у нас было, что рестораны это место для праздников. Если человек подразумевает для себя какое-то ежедневное посещение, то он будет безусловно смещаться в какой-то более низкий ценовой сегмент. Происходит уже сейчас зафиксировано падение потока гостей и падение среднего чека в ресторанах, и при этом мы одновременно наблюдаем довольно резкий рост и гостей, и трат в фудкортах, в каком-то стритфуде. То есть люди переключаются на то, что, может быть, даже не обязательно действительно дешевле, то, что им кажется более дешевым. И я думаю, это будет продолжаться усиливаться в зависимости от того, как в целом будет развиваться ситуация, потому что понятно, что бывают такие случаи, когда в некоторых ресторанах люди вообще даже думать не будут. Я как бы не чувствую себя спокойным, потому что ситуация, которая сейчас вообще в мире, она как бы совершенно к спокойствию не располагает. То есть я очень сильно переживаю из-за всего вреда этого. Скажем так, иногда просыпаешься утром и хочется как-то назад в сон вернуться, чтобы в эту реальность не попадать. Проблема в том, что ничего не возможно сделать раз, поменять ситуацию тоже невозможно. И поэтому, конечно, приходится с холодной головой в ручном управлении принимать какие-то решения. Пожелайте своим предпринимателям, которые нас смотрят, многим сложно сохранять позитив или вообще просто нормальный настрой, дайте свой совет. Изменились условия, чем быстрее ты перестанешь горевать, а будешь думать, как к этим условиям адаптироваться и как к ним работать, тем толку будет больше. От того, что ты будешь эмоционировать и нервничать, кроме того, что у вас здоровье, навредишь, это не поможет. Поэтому, товарищи, срочно думайте, как будете адаптироваться к вновь созданным условиям. Вы знаете, советы вообще давать дело такое неблагодарное, особенно в данной ситуации. Тут иррациональность ситуации заключается в том, что никто толком не знает вообще, как долго это будет длиться и как вообще глубоко это все будет дальше поражено в плане всех вот этих изоляций, санкций и так далее. Поэтому я не могу здесь никаких советов давать. не сегодняшний день. Относиться к этому, ну, не знаю, надо сказать, к игрению не совсем правильно, как в какой-то игре стратегии. Ну, наверное, да, абстрагироваться от проблематики, не считать, какой я несчастный, как я буду жить дальше, что будет со мной, а четко посмотреть, что происходит, выстроить какую-то концепцию, выстроить какой-то бизнес-план, найти какие-то спокойные решения. То есть всегда можно, если ты с спокойной, холодной головой, найти выход из ситуации. Нас убивает именно паника, панические, необдуманные решения. Холодно, спокойно, разумно подойти к вопросам и сделать все правильно. Мы можем все навалить. Мы были в гораздо более сложных ситуациях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok